В этом ролике я покажу, как вывести монеты PRISM на биржу NETEX TRAIN. На третьей минуте, как на ней торговать. На четвертой минуте, как вывести OSDT на кошелек TronLink. На шестой минуте, как вывести TRX на кошелек TronLink. На восьмой минуте, как вывести российские рубли на карту Сбербанка или Тинькофф. И на двенадцатой минуте, как вывести OSDT на кошелек Telegram. Заходим на биржу NETEX, нажимаем кошелек, опускаемся вниз, находим криптомонету PRISM, нажимаем пополнить. Нам формируется адрес кошелька для пополнения и публичный ключ. Можно нажать на QR-код и отправить монеты по QR-коду. Открываем новую вкладку, находим GitHub в закладках, опускаемся вниз. Можно здесь нажать перевести на русский. Советую, конечно же, скачать кошелек для мобильного приложения PRISM SMS DAP Web 3 и отправлять монеты через него. На моем канале есть вот такой ролик. Но сейчас я вам покажу, как отправлять монеты с браузерного кошелька для тех, кто еще не установил ноду на свой компьютер. Для этого находим интернет-кошелек V1.3. Нажимаем на него, выбираем здесь русский, затем нажимаем войти. Вставляем сюда либо адрес кошелька, либо парольную фразу. Я вставила адрес от кошелька, а не парольную фразу. И адрес, и парольная фраза здесь вставляется в зашифрованном виде. Нажимаю войти. Вошла в свой кошелек, на котором на балансе 186 015 монет 14 центов. И парамайнинг начал генерировать новые монеты. Нажимаю на кнопку отправить. Переходим на биржу. Нас предупреждают, что минимальный депозит 100 PZM. Меньшая сумма будет утеряна. Любые другие монеты по этому адресу переводить нельзя. Копируем адрес. Скопировано. Заходим в кошелек. Вставляем адрес. Заходим опять на биржу. Копируем публичный ключ, нажав на эту кнопку скопировано. Вставляем сюда публичный ключ. И теперь вставляем количество монет, которые мы хотим отправить. В моем случае это 76006. В комментариях ничего не пишем. А вот сюда вставили парольную фразу. Она тоже здесь вставляется в зашифрованном виде. То есть данные парольные фразы на другой сервер не передаются. Нажимаем продолжить. Нас предупреждают, что снимут комиссию 10 монет. Нажимаем еще раз продолжить. Парамайнинг остановился. Время 2 часа 9 минут. Перезагрузим страничку. Мы видим, что на кошельке осталось 109999 монет. И заработал парамайнинг. Вот это тело с балансом 109999 призм, которые я оставила на кошельке, будет мне постоянно парамайнить новые монеты еще несколько десятилетий. А значит я и мои правнуки будут выводить только прибыль, оставляя тело в кошельке и иметь пожизненный пассивный доход именно на этом. Видим, что списалось 76006 в 2 часа 08 минут. И 0,55 парамайнинга зачислилось тоже на баланс. Переходим на биржу NetEx, видим, что на балансе 0. Заходим в кошелек, опускаемся вниз и смотрим, что монеты поступили. Переходим в торговый терминал. Нажимаем на эту галочку и видим, что призм торгуется в паре к ОСДТ. Мы выбираем рубль и выбираем пару призм. Последняя цена на продажу по 12.68. А хотят купить по 12.01 41.000. Выбираем по 12.01. Ставим 41.000 на 4911 рублей. Нажимаем продать. Ордер создан. Видим, что на покупку осталось 113 монет. И вижу, что у меня доступно теперь 4911 рублей. Я подождала несколько дней и вижу, что курс поднялся до 12 копеек 20. Нажимаю на эту цену. Она отображается здесь. И ввожу сюда 35.000 монет призм на 4259 рублей. Нажимаю продать. Заявка свелась. И на балансе доступно 9171 рубль на вывод. Нажимаю на эту кнопочку. Выбираю купить за рубли ОСДТ. Цена 89.43 последняя продажа. Я выставила по 89.41 рублю. 20 ОСДТ на 1792 рубля 67 копеек. Нажала купить ОСДТ. Заявка выставилась. Статус ордера открыт. Жду, когда сведется моя заявка. Прошло несколько минут. Заявка обработалась. Перезагружаю страничку. И вижу, что у меня доступно 7378 рублей и доступно 20 ОСДТ. Теперь я вывожу эти 20 ОСДТ на кошелек TronLink. Перехожу в мой кошелек. Выбираю тизер ОСДТ, то есть ТРЦ20 вывести. Выбираю сеть ТРЦ20. TronLink работает именно с этим кошельком. И комиссия здесь всего 1 ОСДТ. Минимальная сумма 5 ОСДТ. Ставлю здесь сумма вывода 20 ОСДТ. Получу 19. Адрес кошелька, на который я буду выводить, нужно вставить сюда. Вот это адрес моего кошелька на TronLink. Нажимаю вот на эту кнопочку. Копирую этот адрес. И вставляю его в это поле. Этот адрес кошелька и для ТРХ, и для ОСДТ, ТРЦ20. Потому что это один шлюз троновский. После того, как вставила адрес, нажимаю «Продолжить». Сохранить кошелек в адресной книге. Да, пусть будет сохранен. Нажимаю «Получить код». И перехожу на свою почту, чтобы скопировать там код. Вставляю код «Вставить». Нажимаю «Подтвердить». Операция создана. Через некоторое время она появится в сети. Заявка создана на 20 ОСДТ. И буквально через пару минут статус операции «Успешно». Захожу в свой кошелек «Тронлинк». И вижу, что на кошельке ОСДТ ТРЦ20 19 монет. Цена упала. Стала 89.17. Поэтому я куплю еще 16 ОСДТ на 1430 рублей. Купить. Заявка выставилась. Прошло пару секунд. И заявка выполнена. Осталось 5948 рублей и 16 ОСДТ. Теперь я выбираю пару ОСДТ ТРХ. Нажимаю на эту цену. Она отображается здесь. Цена упала. Ставлю по 109.39. 16 ОСДТ. Купить ТРХ. Моя заявка выставлена. Стоит крестик. Ордер открыт. Все. Заявка сработала. Ордер заполнен. На счету у меня 145 ТРХ и 9 центов ОСДТ. Перехожу в мой кошелек. Нажимаю ТРХ вывести. Копирую тот же адрес кошелька. И вставляю его в эту строку. Доступно 145. Пишу 145. Получу 115. Продолжить. Комиссия 30 ТРХ. Нажимаю получить код на электронную почту. Захожу на почту и копирую код. Вставляю код. Ставить. Подтвердить. И буквально за считанные секунды на кошелек TronLink поступило 115 ТРХ. Когда курс на монету начал падать, многие в этих случаях паникуют и продают очень дешево свои монеты. Я же, когда курс начал падать, купила наоборот 50 тысяч монет почти на 4 тысячи рублей. Затем продала по 0,089 и по 0,111. Также провела несколько операций с ОСДТ по 94,5 и по 97. В итоге на балансе у меня доступно 3532 российских рубля и 33 доллара 9 центов ОСДТ. И если бы я продала по 97 3532 рубля, то получила бы 36 ОСДТ. И вот наконец-то на официальном сайте NetEx Сообщества вышел сегодня анонс. На бирже NetEx Trade доступен вывод рубля. А также для вывода криптовалют мы снизили комиссии. Минимальные выплаты в рублях от 1000 до 5000. Комиссия 40 рублей за выплату. Можно сделать не более трех выплат в один день. Переходим на биржу NetEx Trade. Свой кошелек. Опускаемся вниз и нажимаем «Вывести рубли». Нам предлагают вывести на Сбер и на Тинькофф. Для того, чтобы привязать карту, вот здесь нажимаете на свой профиль. Находите «Управление картами» и там привязываете свою любую карту. Нажимаем «Вывести на Сбер». Тут предлагают пройти идентификацию. Нажимаем здесь «Другое». «Согласиться» и «Продолжить». Далее делаете всё по шагам. Нажимаете, например, «Паспорт» и загружаете документ. Делаете селфи далее. И после того, как проверка будет завершена, на это ушло буквально 5-7 минут, вам на почту придёт вот такое письмо с биржи NetEx. Нажимаете вот здесь на эту строчку «Перейти в личный кабинет». В личном кабинете мы видим доступные наши средства на вывод. 3532 рубля. В ОСДТ это 36 долларов 41 цент. И в ОСДТ 33 доллара 0.9 цента. Нажимаем «Кошелёк». Опускаемся ниже. Находим «Рубль». Нажимаем «Вывести». Выбираем «Сбер». Выбираем из тех карт, которые вы здесь авторизировали. Я выбираю верхнюю карту. Опускаюсь вниз. Комиссия вывода 0%, но 40 рублей. Вставляю сюда 3532 рубля. Комиссия 40 рублей. Получу 3492 рубля. Нажимаю «Продолжить». На почту придёт письмо. Для этого нужно нажать вот здесь «Получить код». Теперь заходим на почту, копируем там код. И вставляем его сюда. «Вставить». «Подтвердить». Вывод сформирован и находится в обработке. Ожидаем. Прошло несколько минут. И здесь написали уже. Платёж отправлен. Ожидайте поступления средств. И вот внизу мы видим транзакцию. 3532 рубля отправлено. И комиссия снята 40 рублей. Вывод произошёл 15 марта 2024 года в 20 часов 36 минут 10 секунд. Поступление на карточку произошло 15 марта 2024 года в 20 часов 36 минут. 3492 рубля. Практически мгновенно. Но так как в анонсе в самом низу написано «Напоминаю, что биржа работает, но торги пока отключены», то советую вывести все свои средства с биржи до окончания технических работ на ней. Ваши средства не пропадут. Вы просто не сможете торговать. Так что ждём окончания этих работ и официального анонса на этом канале в Telegram о запуске торгов на этой бирже. Поэтому оставшиеся 33 доллара я буду выводить на кошелёк в Telegram. Для этого я нажимаю здесь на три полосочки. Выбираю кошелёк Telegram. Выбираю доллары USDT. Получить. И мне выходит адрес кошелька USDT TRC20. Копировать адрес. Перехожу на биржу NetEx. Опускаюсь вниз. Нахожу USDT. Вывести. Выбираю здесь сеть TRC20. Комиссия 3 USDT. Ввожу сюда скопированный адрес. И вставляю сюда 33 доллара. Получу 30. Нажимаю «Продолжить». Нажимаю «Получить код на почту». Вставляю скопированный код. И нажимаю «Подтвердить». Операция создана. Через некоторое время она появится в сети. В этой транзакции мы видим, что 15 марта 2024 года в 21.38 30 секунд вывод прошёл успешно на 33 USDT. Заходим в Telegram и видим, что вы получили 30 USDT в 21.41. Заходим в кошелёк. Видим, что получено 30 USDT, но на вывод доступно 29.98. Итак, моя прибыль с одного кошелька за период холда составила 76 тысяч монет призм. Что составило 9171 российский рубль или 105 USDT. К комиссии за несколько транзакций взяли 5 долларов. А если бы я вывела 9171 рубль одной транзакции, то комиссия была бы всего 40 рублей. Но мне важно было вам показать, за счёт чего и сколько можно зарабатывать на криптомонете призм и куда и как можно выводить с этой биржи свою прибыль. Согласитесь, что 100 долларов – это хорошая ежемесячная надбавка к зарплате или к пенсии. Если у вас 12 кошельков с балансом на каждом по 110 тысяч монет призм. А если вы будете снимать пар ежемесячно с двух или трёх кошельков. Лично я благодарна тому человеку, который в 2017 году меня познакомил с криптомонетой призм. И вот на протяжении 7 лет я имею постоянный пассивный доход, о котором мечтает каждый. На этом у меня всё. Под роликом в описании я оставлю все ссылки, которые вам нужны для дополнительной информации. Всем удачи!